Эфир телеканала протягивает новины Меньшины у студии Рына Смольская и сегодня у программы. Зимовый триумф. Калядные морозы во все ладарыц на территории столичной области. Смак сусветного першинства. Объекты придорожного сервису столичного региона рыхтуются примать гостей чемпионата света по хоккею с 2014. Озер кадра заскеровывается на сувенирную продукцию, кроме фабричных есть и уникальные статуэтки. Отворотный адлик материал Виктории Свирской. В Зберахчу спадшину. Центр традиционной культуры и побуты открылся у Молодечинском районе. Плануем побудовать в Белорусскую хатку, где будем со строками гостей проводить для их фольклорные программы. Калядные морозы во все ладарыц на территории столичной области. Ночью слупок термометра показывал пакуль рекордные для все ледней зимы минусы. Температура поветра опустилась ниже за 20, а то и 25 градусов морозу. Прогнозы синоптиков не греют. В ближайшие сутки зима по раннейшему будет выпробовывать белорусов на отрывалость. Чекается от 11 до 16 из минуса. На дорогах заховается гололедица. Автомобилистам супрацовники дают быть уважливыми и осторожными за рулем. Так, за выходные на дорогах столичного региона отбылося 90 дробных авары и 5 буйных ДТЗ. Шесть человек отрымали травмы. Нагрязыча на мороз лед по раннейшему хавая усабе небеспеку. У капыли на скаваным ад холоду в адаюме ледзве не сдарылась от рагеды. Под лед провалился мужчина разом с трыма детьми. Молодшие девчинцы нема и шастих годов. На счастье, гэта зауважу выпадковы прохожы. Он подполз до их, протягнул галё и достав всех четверых с воды. Потерпелые с диагнозом перохолодживания находятся у больницы. А у Дзержинским районе рыбалка для двоих мужчин скончилась не юшкой, а незапланованным купанием. У рацы поблизу вёске Грынькова под лёдом опынулись пенсионеры. До прибытия подразделения МНС, мясцовые же хары с допамогой Вяроки, вытягли горы рыбаку. Один из них шпитализованный у Дзержинскую районную больницу. До инших тем у Минской области подадена амаль 2,5 тысячи заяв на регистрацию инициативных групп по вылучшению кандидатов у депутаты. Выборчие комиссии принимали такие звороты с початку студени. Зараз яны анализуюць выступившую информацию. Рашыния об регистрации округовой выборчой комиссии принимают у пятидённый термин. После инициативной группы могут приступать до сбора подписов. Вылучшение кандидатов у депутаты будет проходить до 10 лютого уключна. Крыстаться таким правом на даденном этапе могут политические парты и працонные коллективы. Регистрации кандидатов у депутаты выборчой комиссии будут с 12 по 20 лютого. Буйный инвестиционный проект реализуется на Ставцовщине. Первый крок был сделан 3 года тому. И вот недавно уведены эксплуатацию вытворчий цех по выпуску холодильных и морозильных обсталеваний. Продукция поставляется Украины Унитного Союза. Половая дина экспорт, другая на внутренний рынок. Летость инвестиций у основных капитал сплали больше, как 2 миллиона евро. Новая вытворчость дозволила створить Амаль поторы сотни працонных мест. На предприемстве заняты в большинстве своей же хоры Ставцовского района. Данный цех, если в стоимостном выражении, предназначен для выпуска продукции до 12 миллионов евро в год. С учетом дальнейшего расширения, конечно, планируем эту сумму увеличить, но загадывать пока не будем. 2014 год должен для нас явиться показательным в плане дальнейшего развития, дальнейшего строительства и создания новых рабочих мест. Пока мы довольны нашим прогрессом. Мы за 3 года компанию увеличили практически в 4 раза. И на сегодняшний день у нас 130 человек работающих. И в 2013 году выпустили больше 70 миллиардов продукции собственного производства. Планы по развитию на ближайшие 2 года только расширение. И надо обеспечить спрос, который сейчас есть, устойчивый на нашем рынке и за рубежом. С Максу светного першинства объекты продорожного сервиса столичного региона рыхтуются промать гостей чемпионата света по хоккее 2014. Уже укропка громадского харчавания распроцованы меню на трех мовах белорусской, русской и английской. Персонал проходит курсы по повышению узровни ведания замежных мов. Наладженный продаж сувенирной продукции с символикой Республики Беларусь, а так само самого чемпионата. Многие кафе и рестораны унесли змены и у оформления залов. Фото вздымки на спортивную эту матыку на ближайший час станут неизменным атрибутом кавернию. Одворотный адлик. Материал Виктора Сирская. 35 километров у трассы М1 пролегают прас Стаупцовщину. 19 объектов придорожного сервиса района на шляху гостей чемпионата свету. Кожное кафе, кожный ресторан, визитная картка краины и сусветного першинства. Крупкие громадского харчавания, дозначные спортивные падеи почали рыхтоваться На пункты торговли мы раздали разговорники русско-английские, которые разработаны Министерством торговли к проведению чемпионата мира. В наличии имеется широкий ассортимент сувенирной продукции Республики Беларусь, чемпионата мира. И сейчас на изготовлении находится продукция с логотипом города Столбцы, которая тоже будет продаваться в пунктах торговли. Те смогут забить шайбу белорусские рестораторы у вороты густо европейских гурманов. Ну, есть придорожное кафе на автозаправочной станции на трассе международного значения и перших, кто нас гостин на Састраке, это символ чемпионата света по хоккею. Як только у выходишь, позер кадра заскировывается на сувенирную продукцию, окромя фабричных, есть и, саправдой, уникальные статуэтки, зробленные народным майстром с древа. Окромя мини-символа чемпионата света, фотосдымки на спортивную тематику. Не разгубятся замежные наведвальники и у выборы страу. Вот здесь вот лежит все меню. У нас есть и на белорусском, и на английском языке, и на русском. То есть каждый посетитель, и россиянин, и англичанин, и белорус может разобраться в нашем меню. У нас на первой странице есть именно белорусская кухня. На всех остальных и закуски холодные, горячие, супы. Для того, как МОН и барьер застался за барьером, персонал наведвая отмысловые семинары. У нас был отправлен от этого подразделения старший бармен, который на сегодняшний момент, там, двухнедельные курсы, который получает те знания, повышает свою квалификацию. Что дня кафе у середням обслуговывая полторы сотни человек. Супрационники ведают, у МАИ гэты наплыв будет значно больше. Алексей Гецманчук запеунивая зладженность их коллективу да поможет сустреть у всех гостей належно. Тут готовы задоволить густы кожного и працуют по незменным правилам. Клиент за усёды мае рацию. Была ситуация одна у меня, то есть кофе у нас была проблема с машинкой. Получается, кофе получился не очень хороший. То есть, ну, молодой человек просто сказал, он брал кофе с собой и получилось так, что кофе ему не понравился. То есть, я на его глазах говорю, давайте я повторю, я исправлю эту проблему. То есть, я ему сделал второй кофе, всё, без никаких он попробовал, ему понравилось. И всё, мы так решили этот вопрос. То есть, нормально. Ну, постоянно выходим из этих конфликтных ситуаций. Жанна Голец, кухаром працует тридесятки год, и она упылнена. Шлях до любого наведывальника с любой краины ляжить просфирменные белорусские стравы. В основном белорусские блюда. Оладьи фаршированные мясом. Тогда эти самые налисники с творогом делаем. Драники. То, что люди любят. И сегодня на Минщине протягиваются проверки санитарно-эпидемиологической службы в области совместно с представниками Министерства гандлю. У Центра уваги ревизоров стан вытворчих и складских помешканнёв. Оценивают контролёры и безопасность продукции, и выполнение правилов гандлю. Виктория Свирска, Антон Червяков, Минщина. Зберакшись пачину, Центр традиционной культуры и побыты открылся у вёсцы Плябань Младечинского района. Ранее тут была Мастацкая галерея, куды запрашали на отворчие вернисажи. Цеперже, окромя звычайных экскурсий, туристам пропановывают тратаризованные, а так само фольклорно-гульнявые программы семейные святы. У перспективе у культурным центры обулаткують беларускую хатку, дзе будуть пячий хлеб по стародавних бабульчаных рецептах. З'явится и музычная гостёвня. Мы, як центр, расшираем свою дейность. Будем проводить и с устракаде гостей, плануем побудовать беларускую хатку, дзе будем с устракаде гостей проводить для их фольклорные программы, знайомить с побытовыми танцами, гульнями, частовать беларускими стравами и таким чином знайомить их с традиционной народной спадшиной. Выставочные залы обовязково застанутся, потому что я лечу. Это так само частка нашей традиционной культуры, якая постоянно развивается. И это всё, про что мы поспеваем рассказать вам сегодня. Доброго настроя и заставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова